здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня мы продолжим разговор о том помогает ли лед йод и йодные подкормки в садоводстве и огородничестве на сегодняшний день и в журналах различных и в интернете можно увидеть немало публикаций которые посвящены использованию йода для огородных и садовых растений преимущественно такое использование называют подкормкой но конечно сам термин подкормка не очень удачный для йода все таки йод не является макроэлементом элементом питания растений да и на самом деле не так уж важен для роста развития растений в большом количестве как правило йода хватает и так для в почве для того чтобы растения в полной мере функционировали зачем же еще предлагают так называемые йодные подкормки часто очень можно встретить сведения о том что йод помогает бороться с болезнями растений как бактериальными так и грибными наиболее распространенной рекомендацией по использованию йода считается следующее примерно 9 литров воды на 1 литр молока и плюс 2 миллилитра йода ну некоторые рекомендации разнятся от 2 до 5 миллилитров йода на 10 литров воды но меня как микробиолога и специалиста в этой области вообще берут сомнения когда я читаю подобного рода рекомендации ну мало ли всякое может быть мы так сказать не верим мы проверяем у нас такая возможность есть и вот мы сделали ряд сред с различным содержанием йода и посеяли туда разнообразные бактерии вот в таких вот вариантах мы делали наш эксперимент мы взяли концентрацию которая с более менее соответствует рекомендациям что составляет два с половиной миллилитра йода на ведро воды также мы взяли варианты 5 миллилитров 25 миллилитров 50 миллилитров и 250 миллилитров йодной 5-процентной настойки на ведро воды что же мы в результате получили вот на чашечке петри мы посеяли разнообразные бактерии среди них есть возбудители болезней растений это и клавибактер и рвения и некоторые почвенные бактерии как видите рекомендация в два с половиной миллилитра йода йодной настойки на ведро воды совершенно не работает бактерии выросли прекрасно без каких-либо помех ту же самую картину мы видим при двухкратном увеличении концентрации йода которая составляет 5 миллилитров йода на ведро воды бактерии растут превосходно мы решили десятикратно уве пятикратно увеличить ну или десятикратно от первоначального варианта увеличить концентрацию до 25 миллилитров йода на ведро воды бактерии растут прекрасно ну что ж мы взяли и еще более экстремальный вариант а именно 50 миллилитров йода на ведро воды как видите в этом варианте 50 миллилитров йода на ведро воды некоторые бактерии уже стали чувствовать себя плохо а другие выросли прекрасно и в самом последнем варианте мы взяли 500 миллилитров йода что соответствует 250 миллилитров йодной настойки на ведро воды и здесь мы видим что отдельные штаммы уже растут но большинство штаммов бактерии уже не растет надо сказать что аналогичные результаты были получены нам нами и для фито патогенных грибов таких как бутрицисцинерея которая вызывает серую гниль и фузариум уксиспорум который повсеместно вызывает фузариозы у растений они точно также среагировали на эти концентрации какие мы можем сделать отсюда выводы да конечно если вы возьмете 250 миллилитров йодной настойки что составляет стакан и это более чем в сто раз больше чем рекомендуется в журналах то вы создадите действительно более-менее дезинфицирующий раствор который убьет какие-то из фитопатогенных микроорганизмов при этом надо помнить что ведь эта концентрация в растворе там где непосредственно растут вредные микроорганизмы а когда вы наносите этот раствор на растения или в почву концентрация йода многократно падает кроме того мы пока не испытали как будет действовать такая концентрация йода на сами растения возможно уже растение на эту концентрацию среагируют и сами по себе плохо то есть мы не рекомендуем использовать такую концентрацию йода потому что она еще не испытана нами на растениях возможно они будут повреждены и кроме того с учетом многократного разбавления тех растворов которые мы наносим на растения или тем более вносим в почву возможно она будет неэффективна кроме того мы в принципе не рекомендуем использовать йод поликарбонатных теплицах а также в теплицах с пленочным покрытием поскольку все-таки йод обладает разрушающим действием на эти полимеры я надеюсь что наш такой небольшой эксперимент поможет вам правильно выбрать рекомендации правильно бороться с болезнями в вашем огороде в вашем саду и не тратить зря деньги и силы и не упускать время на профилак на профилактику или борьбу с болезнями и быть успешными в своих делах я желаю вам успеха подписывайтесь на наш канал вы будете узнавать и новости и результаты каких-то наших экспериментов будете получать ценную информацию о том как правильно использовать и средства защиты и различные народные способы в саду и огороде всего хорошего